Симеон и Анна во храме Иерусалимском сподобились увидеть Господа. Ныне нельзя видеть чувственно Господа, ибо Он уже не живет во плоти. Да, это чувственное видение Господа и не есть нечто необходимое для спасения человека. Ведь Симеон и Анна возрадовались не от того, что увидели младенца, а потому что младенцы духом прозрели своего Господа. Следовательно, источником их радости было не телесное зрение, а духовное зрение и прозрение. Этого же последнего не лишены и мы, и мы можем очами веры видеть Господа. Где же мы можем видеть Господа? Он вездесущ, и все собою наполняет, и без Него ничто не может существовать. Но как аромат, разносящийся по всей земле, имеет место, на котором он особенно обоняем, как звуки музыки, оглашающие большие пространства, сильнее слышатся у самого инструмента, так и Господь в некоторых местах и при некоторых условиях ощущается сильнее, и душа человека видит его скорее и лучше. А эти благодатные места и условия следующие. Чтение Святого Евангелия. Эта священная книга написана Святым Духом, посему она преисполнена Божественной Благодати. Евангелие само в себе имеет силу привлекать сердца, вызывать умиление и добрые чувства. Развращенную Евдокию слышание Евангелия возвращает к решимости вести праведную жизнь. Антония Великого, оно убеждает раздать имение и уйти навсегда в пустыню. Иоанна Кущника соделывает великим подвижником. В Евангелии душа человека часто соприкасается с Божеством. Молитва домашняя, сосредоточенная. Когда христианин закроет двери внешних чувств и восприятий и войдет в клеть своей души, тогда Бог посещает его, и он зрит Бога. В храме за богослужением, а особенно за священной литургией, здесь возможно самое близкое ощущение Божества. А чистые сердца и святые души праведников настолько привлекают к себе Господа, что Он иногда являет себя во храме и видимым даже для телесных очей образом. В доме печали и скорби у постели больного и умирающего, в хижине бедняка, среди деток-сирот, возле плачущей вдовы, утешая обиженного, подкрепляя слабого, беседуя о спасении души с детками. В этих и им подобных местах и занятиях легко почувствовать Господа. Искатели Бога, стремящиеся к Нему, желающие ощутить Его, читайте Евангелие, стараясь принять Его не одним умом, но и сердцем. Усердно посещайте священный храм, в нем и дома умиленно молитесь. Идите к больным, служите страждущим и скорбящим, чаще беседуйте с детьми, и вы многажды будете сподобляться ощущению чувствования близости Бога. Притаившись смиренно в темном уголке храма или самоотверженно служа больному, вы будете награждены самим Господом, который сердцу вашему откроет, явит себя. Источник, священно-мученик, Аркадий Астальский. Субтитры создавал DimaTorzok